В Нижнем Новгороде премьера. Дети из проекта New Kids накануне представили на суд нижегородского зрителя спектакль, созданный в рекордно короткие сроки. Напомню, что проект New Kids существует с 2009 года. Ежегодно он собирает самых талантливых детей из городов, где есть предприятие госкорпорации Росатом, и они под руководством лучших педагогов ставят мюзикл. На премьере побывал наш корреспондент Александр Алешин. Уникальность проекта в том, что 68 мальчишек и девчонок из разных российских городов собираются в одном месте и за три недели, в этом году всего за 17 дней, ставят большой полуторачасовой мюзикл, а потом едут с ним на гастроли. Костюмы переодеваются просто вот так моментально, грим делается просто за секунды считанные. Ребята делают танцы просто на ходу. Репетировали 17 дней, с утра до ночи учили слова, песни, мизан сцены, перестановку. На проекте я первый раз вышел на сцену, где в зале сидело больше тысячи человек, и теперь я не боюсь выходить на сцену и показывать настоящего себя. Я на проекте научилась профессионально гримироваться. Я вас так загримирую, что вас мама дома не узнает. Я люблю записываться в студии. Я побывал в студии, и для меня прям реально кайф побывать там и поработать реально с профессионалами, с клевыми людьми. У нас композитор крутой, у нас звукооператор крутой. А хочешь? Закат поставлю. Закат? Ну да, закат. Если, например, декорации кто-то не вынес, и ты видишь, что нужно помочь, ты обязательно должен выйти и помочь. Потому что мы команда, и будь некрасивая, если кто-то не вынесет. Оно печет, вот эта штука. Отлично, ты любишь больно. А что, это неприятное ощущение, да? Конечно, вот мы терпим, потому что мы актеры, мы должны терпеть ради того, чтобы все было красиво. Мне интересно то, что тут ребята, с которыми можно познакомиться. Интересны новые знакомства, компании, потому что люди тут очень крутые, талантливые. Здесь 68 детей и ребят. Я завела 67 друзей. Мне нравится этот проект талантливыми людьми, потому что многие поют, многие танцуют, многие играют. И это удивительно, какие люди здесь появляются, потому что таких мало. А на проекте, весь проект полностью. Наши дети, те, которые хотят связать свою жизнь, тот опыт, который они получают, безусловно, это опыт серьезный за короткое время, где его никто нигде не даст никогда. Только вот вживую они трогают, понимают, как это работает. И этого опыта им хватает, для того, чтобы действительно потом без всяких проблем залетать в самые, как я и говорил, супер-пупер вузы страны. Будь то гнездники, будь то тамокерки, будь то щука и так далее. Из 68 участников 8 нижегородцы. Кое-кто репетирует, а вот остальные. Ребят, поздравляем, что вы в проекте. Мы очень рады участвовать в этом проекте. Здесь невероятная атмосфера и очень клевые педагоги. Выступаю в почти родном городе, причем в главной роли. Мне очень нравится атмосфера самого проекта. Хотим всем показать, что нижегородцы самые талантливые. Мне понравилась энергия детей. Мы прям все видели, как им нравится. Они не хотели уходить со сцены. Фантастично, на самом деле. Как настоящие актеры, не скажешь, что детям от 11 до 16. Вообще супер. Очень понравилось. Все понравилось. Постановки, танцы. Спасибо вам за атмосферу, что такой проект сделали. Вообще объединяет детей. Чувствуется у них такая дрожь внутри. Потому что восторг. Мы можем посмотреть где-то даже на себя со стороны. Этот спектакль очень полезен не только для детей, но и для взрослых. Мы заглянули внутрь себя и много очень чего поняли. Спасибо вам большое, что надо детей слушать и больше уделять им времени. Проект завершен. И эта часть самая-самая последняя называется у участников проекта «Слезы». Потому что это был настолько крутой проект. Это такие крутые ребята, с которыми мы подружились. Я хочу сказать, что это продолжалось вечно. А почему «Слезы»? Потому что это свершилось. Это было очень классно, незабываемо. Грустно. Уезжать, расставаться с ребятами. Очень больно. Потому что все очень сблизились. Но это, конечно же, не конец. Начало новой какой-то истории. Но пока детки это не понимают, для них это грустно. Потому что бог оба, конечно, столько времени привести вместе. В едином поры творить. А он дорогого стоя. Поэтому это правильные эмоции абсолютно. Даже у меня слезки наворачиваются. Периодически, правда. Ну и ничего. Будет следующий год. Будет новый сценарий. Будет новая история. И все опять будут счастливы.